Дорожные ямы на улице промышленности После того, как из ямы уберут все мелкие и крупные камни, струей воздуха сдувают пыль. Теперь дело техники большого современного кохера. Это практически печка на колесах. В ней летая асфальтобетонная смесь разогревается до 220 градусов и постоянно поддерживается на таком уровне. Это позволяет ремонтировать дороги, даже когда на улице минус. Основная проблема, которая может возникнуть при данном ремонте, это выпадение осадков. Пока температура не опускается ниже 10, работы производить можно. Единственное, что проблема, если выпадает, начинается либо снег, либо дождь, работы приостанавливаются до возможного просыхания дорожного покрытия. В этом году ямочный ремонт начали раньше обычного. Позволила ранняя весна. Уже в середине марта отремонтировали 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В прошлом году к этому времени готово было почти в два раза меньше. В планах отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров. Сейчас работы вышли на финишную прямую. В принципе, мы рассматриваем, учитывая достаточно интенсивное разрушение, возможность увеличения данного объема. То есть уже по мере необходимости. Существует национальный стандарт ГОСТ, требования по эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, в котором прописано, какие дефекты допускаются. То есть там даны точные размеры дефектов, которых не должно быть на проезжей части. В первую очередь, в рамках работы литым асфальтопетоном устраняются данные дефекты. Автолюбителей такой масштабный подход к ремонту только радует. Обязательно нужен, потому что в такую непогодицу, когда асфальт поднятый морозами, то чтобы не потерять колеса, очень нужен даже хороший ремонт. Видно по городу, что уже ямы засыпаются и работа проводится. Он необходим, понимаете, и то, что делается ночью, это плюс, потому что днем большие пробки затрудняют движение. То есть ремонт, он как бы даже вот такой вот точный, он нужен. По крайней мере, вот советская армия отремонтирована более-менее с того. Сейчас ямочный ремонт перешел в круглосуточный режим. Задействуют все установки Кохера, что нашли в области. Шесть принадлежащих муниципальному предприятию благоустройства и еще четыре предоставили предпринимателям. Практически все коммерческие организации, которые есть в Самарской области, которые есть, мы уговорили работать на дороге Самары. Несмотря на то, что такой ямочный ремонт меры экстренные и недолговечные, держаться такие заплатки могут до двух лет. Для этого рабочие используют специальную технологию и качественный асфальтобетон. Черное, блестящее и зернистое. Если асфальтобетонную смесь по внешнему виду легко спутать с черной икрой, значит, она сделана как надо, говорят рабочие. Но внешность не главная. Мужчины подтвердят. А потому качество асфальтобетона проверяют в несколько этапов. На месте, консистенцию и температуру, в лаборатории качественный состав. Ежедневно в ходе производства работы дается пробы литой асфальтобетонной смеси непосредственно с Кохера, а также от завода-производителя, где сдается в лабораторию заказчика, где проверяется ее качество. На улице Революционной ямы заливают проверенным асфальтобетоном. Все по правилам. Сначала трещины готовят, обрабатывают края и выдувают пыль и мусор. И только затем заливают горячей смесью. После того, как участок дороги отремонтирован, автомобилистам придется потерпеть и не ездить по нему еще около 20-30 минут. Именно столько будет остывать разогретый до 220 градусов асфальт. По поручению главы Самары Олега Фурсова увеличено количество бригад с 15 до 20. К временным затруднениям движений на дорогах и за ремонт автомобилисты относятся понимающим. Постоянно вижу оранжевый жилет, постоянно вижу оборудование специальное. Ну, посмотрим. Вроде как обещают до середины весны все это доделать. Зима выдалась достаточно суровой. Это и осадки, это и перепады температур постоянные, которые сам как водитель, вы видите, я замечаю. Поэтому хотя бы такой ремонт очень полезен мне как водителю в любом случае. Чтобы автомобилисты не угодили из-за дорожных работ в пробку, для них на сайте администрации разместили график ремонта. В нем отразили и адреса, и время работ, так что маршрут движения можно продумать заранее. Как только воздух прогреется и столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, начнется более масштабный ремонт картами. Планируется делать не просто большую заплатку, а ремонтировать весь участок от борта до борта. А тем временем все городские улицы готовятся к банным процедурам. Исключительно вручную. Грязи на дорогах не дают ни единого шанса. Около трех сотен человек каждый день выходят на Самарские улицы, чтобы убрать скопившуюся за зиму пыль. По две-три бригады работают в каждом районе города. Особенно на тех улицах, где зимой вместо реагента использовали смесь песка с солью. Снег растаял, а вот песок никуда не делся. Весь забился по краю дороги. За зиму формируется слой пыли, песка, который со временем утрамбовывается, смерзается. И он формируется практически в каменной структуре. И поэтому его необходимо сначала отделить от самого покрытия дорожного. В принципе, пылесос с данным случаем не справляется. Рабочие руки здесь не заменит ни одна, а даже самая современная техника. Убирать нужно до последней, как говорится, крошки. И очень аккуратно. Особо внимание обращать на то, что не поломать борты новые, которые особенно установлены. Пешеходные ограждения новые. В принципе, ничего сложного. Очень припаркованные машины сильно мешают, конечно же. Собственно, все. Вот единственная трудность в нашей профессии. Несмотря на скромность рабочих, процесс трудоемкий и небыстрый. И очень нужный, отмечают жители города. Конечно, нужно потихонечку, понемножечку, и все будет убираться постепенно. У нас во дворе сейчас тоже все прошли, под трактором все убрали. Рабочим предстоит очистить более двух миллионов квадратных метров дорожного полотна. Справиться с этой работой нужно до середины апреля. Хотя в прошлом году в это время только начинали. График диктует небесная канцелярия. Чистить приладковую часть дорог рабочие начинают только после того, как растает снег на близлежащих газонах. Иначе придется выполнять двойную работу. Такая расчистка только самое начало весенних работ. После того, как рабочие соберут весь крупный мусор, здесь пройдет пылесос, а соберет оставшуюся пыль. А затем дороги помоют дорожным шампунем. И только потом бортовой камень будут красить. Там, где умелые рабочие руки собрали весь мусор, уже вовсю работают пылесосы. Десять больших машин и семь маленьких. Часть их переоборудовали, потому что они универсальные. Зимой их использовали для уборки снега. Теперь спецмашины убирают пыль. Большой вакуумный пылесос на базе КамАЗа отвечает за проезжую часть. А вот его маленький собрат за тротуары. Рабочие ласково и не без восхищения зовут его не иначе, как чудо-пылесос. Удобный, маленький, комфортный у них. Кондиционер стоит даже. Он идет, подметает и тут же увлажняет спереди брызгалки. И пыли нет, он влажный. Моет и пылесосит одновременно. Мы работаем тоже все субботы и воскресенья. Так что месячных по благоустройству у нас выходных не бывает. Все субботы, все воскресенья мы работаем круглосуточно. Это первая и вторая смена. То есть специализированная техника работает круглосуточно. Учитывая, что погода в последнее время теплая, часть дорог уже просохла. И по ним предприятие прошло работами по сбору зимних накоплений. Приступают практически с вчерашнего дня. Выпустили на линию вакуумно-подметальные машины. Так как у нас солнышко светит, пригревает. Травяной покров еще не устоялся. Поэтому запыленность дорог резко возрастает. И пылесосы, в принципе, это необходимые условия использования в данном периоде. Для беспыльных дорог, обеспечения благоприятных условий для жителей города. Жители города уже заметили, что Самара преображается к весне и становится все чище. Где снега нет, уже чисто. Это хорошее дело. Это обязательно надо делать. Обычно к 1 мая, к 9 мая уже все убирают. Ну, у нас Пасха 1 мая. Тем более надо все убрать, чтобы все было чисто и красиво. Наш город красивый. Когда уберется, вообще будет все красиво. Оценки рабочим ставят не только жители, но и контролирующие органы. Все недоделки заставляют убирать немедленно. Мы все операции, которые они выполняют технологические, контролируем в ежедневном режиме, включая ночное время. Также продолжается контроль за ремонтом автомобильных дорог летой с мультиметонной смесью. Мы выезжаем, проверяем, чтобы все соответствовало согласно ГОСТу. Большая генеральная уборка для служб благоустройства и ЖКХ – пора горячая. Работают все – от начальников до рядовых рабочих. У нас каждый год так тяжело. Нет легкой работы. У нас всегда-всегда тяжело. Особенно в эту пору. Внести свою лепту в чистоту города могут все самарцы. От мала до велика. Для них уже приготовлены инструменты, перчатки и весь необходимый инвентарь. И даже транспорт есть, который доставит десант чистоты туда, где больше всего в нем нуждаются. Видишь экологический автобус – жди чистоты. Верные приметы этой весны. В этом году сразу несколько таких машин патрулируют улицу Старозагора на предмет непорядка. В юбилейный год улица должна быть идеальной. Собрались мы все в отряды. Сквер отправились скорее. Убираем дружный мусор. Сразу стало веселее. Пассажиры автобуса – школьники, готовые навести порядок везде, где появятся. Волонтеры грязи не боятся. Для девочек перчатки обязательно. Руки надо беречь до занозы, чтобы не впадали, маникюр, чтобы не испортился. Воронинцы старые вот оделаю, куртку старую, чтобы не очень так сильно загрязнять новые вещи. Сквер Росовского на улице Старозагора, серый и потускневший после зимы, силами ребят превращается в чистый и ухоженный. Мы сейчас занимаемся улучшением природы. Мы помогаем растаять снегу. Лучше ему помочь, чтобы быстрее носило лето. Вместо уроков работа на свежем воздухе. Но школьники только за. Хотя для многих городских ребят физический труд непривычен. Городу помочь охоту. Это полезно для города. И с друзьями весело провести время. Охота была. А также найти новых друзей. В сквер убирают старшеклассники двух школ. Пока суть до дела, уже перезнакомились и подружились. Забавно? Прикольно сейчас. Чтобы перевести дух, школьники отвлекаются от уборки и участвуют в викторине на знании истории улицы и русско-болгарской дружбы. Затем разминка. Там леса, там поля. Это родина моя. И снова грабли в руки и в бой, заражая энтузиазмом всех вокруг. Приступ чистоты в сквере Росовского начался буквально у всех. И у малышей, которые ворошат снег, и даже у постоянных обитателей сквера. Голуби решили не пропускать сегодня банный день. Несмотря на не очень теплую погоду. Чистотой заразились и чиновники. В среду сотрудники муниципальных предприятий Самары, департаментов и управляющих компаний выходят на большую уборку улиц. Причем метлы и грабли в руки берут и руководители. Их присутствие на так называемых средниках обязательно. Фронт работ был намечен на совещании в департаменте ЖКХ. Все, без исключения, начало работы в 9.00 до 14.00. Работаем, подметаем, убираем. Это касается А и предприятий. В полном объеме выходят управляющие компании и сфера благоустройства. Работает, скребут и убирает. А 9 апреля перед днем космонавтики в городе пройдет Гагаринский субботник. Погода обещает поспособствовать не только продуктивному труду, но и хорошему настроению. На выходные синоптики обещают до плюс 17 и солнца. Опять же, в первых рядах будут представители муниципальной власти. Поручен выйти и всем дворникам управляющих компаний. Где и как убрали, будет контролировать городская административно-техническая инспекция по благоустройству. Все залежавшиеся на газонах мешки и мусор на контейнерных площадках сфотографируют и составят протоколы. Субтитры создавал DimaTorzok